Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Здравствуйте, уважаемые любители хорошей музыки и хороших разговоров в эфирной студии Роман Шахов, Александра Хайрулина. Мы вас искренне приветствуем и с радостью сообщаем. Сегодняшний концертный зал имени Варвары. Привет! 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 И Варвары, и ее братьев-музыкантов, которые, в общем-то, тоже стали незаменимой частью большого нашего коллектива. Сегодня мы пришли маленькой, но очень большой и очень... Да. Очень дружной и красивой командой. Расскажи, пожалуйста, про братьев, а это действительно самые настоящие братья. Самые настоящие братья. Можно искать 10 отличий и этим заниматься все ближайшее время. Да, братья, близнецы, Вадим и Евгений. Сколько мы работаем уже вместе? Порядка, наверное, 19 лет, это точно. Сначала тысячелетия. Да. Сначала ты... Ух ты, ух ты! Слушай, это красиво звучит. Сначала тысячелетия. Варварочка, ну мы очень рады видеть тебя с музыкантами-братьями, как ты выразилась, у нас в студии. Наша встреча была последняя в прошлом году, и она как раз случилась в канун выхода твоей грандиозной программы, целого спектакля музыкального под названием «Лен». Ну, хочется, наверное, как раз поговорить уже постфактум. Ну, пусть время и прошло с осенью, уже достаточно много, но ведь Лен путешествует теперь по городам и веселям. Какая-то урожай, Варвара. Урожай пока небольшой, но я думаю, что очень, так скажем, трудоемкая эта работа, и она обязательно даст плоды. Но мы побывали, конечно, уже в Сибири были, мы были в Сургуте, в Тюмени, уже в январе мы съездили, в декабре даже уже немножечко тоже поездили. А сейчас у нас будет большой тур сначала по Волжью, а потом мы переедем уже в апреле, мы переедем опять по сибирским городам и поедем дальше. Там уже Красноярск у нас стоит. Так что Лен будет кататься, единственное, что Лен будет кататься не всем составом, потому что 50 человек участвовало в вольне в Москве, 50 человек мы, конечно, не сможем вывезти. Это огромный хор. Ну, конечно, то что это нужно либо целый поезд нужно, значит, каким-то образом арендовать, выкупить, либо свой запустить. Ну и самолет тоже придется свой покупать. Конечно, зрители были в восторге, аншлаг был среди публики, не только почитатели и поклонники твои, но и, хотя их тоже можно к таковым отнести, и высокопоставленные чины, и медийные личности, персоны, все в едином порыве писали и сообщали, что это вау, это просто вау, это событие года, это вообще невероятно круто. А что сама виновница этого события музыкального, ну, по чесноку думает на эту тему? Я вообще считаю, что сцена Геликон-Опера, она вообще очень сильно обязывает любого артиста. Сегодня, например, там идет спектакль «Человеческий голос», и там будет участвовать наша прима Тамара Гверцетелли. Представляете? Ну, то есть уровень понятен, да, вот этой сцены. Ну, конечно, оперные дивы тоже принимают участие во многих спектаклях, и, конечно же, любимый всеми режиссер Дмитрий Александрович Бертман, ну, как бы его все знают, знают не только в Москве, не только в России, он ставил очень много знаменитых опер и в Вене, в Метрополитен, и в Канаде, то есть это мирового уровня режиссер. Поэтому я еще раз говорю, что меня сама сцена обязала сделать это все очень круто. Так что, ребята, 9-10 ноября, я, кстати, проанонсирую, 9-10 ноября этого года будет... Уже 2019-го. ...будет... ...лен будет повторяться опять на сцене Театра Геликон-Опера. Ну, обязательно такое событие вот так вот просто проводить нельзя в историю. Скажи, пожалуйста, ну вот какие-то такие штучки, все ли прошло гладко, всем ли ты осталась довольна, ну, не знаю, там, все ли были у костюмы пошиты, а они шились все исключительно из льна, как мы помним, ты об этом рассказывала. Ну, в общем, если говорить про бытовую какую-то историю, все ли тоже получилось, или не обошлось без каких-нибудь там... Ну, зеленочка была, на концерте была зеленочка, да. Знаете, как во время концерта, когда тренируешься, когда репетируешь, то, ну, в общем-то, артисты, наверное, все очень сильно худеют. И я похудела в том числе. Это сейчас уже так после Нового года, я так уже... То есть все чудесно. А кто делал это? Просто свитер и вертик. Ну, свитер великолепно, Господи. Свитер был такой свободный, но в октябре это была вообще струночка, поэтому все концертные костюмы, они были шиты немного ранее, они были шиты летом. Мне, так скажем, так вот, ну, если не повесли, то ушли совсем в пол. Знаете, когда человек худеет, то все уходит в пол. Вот, поэтому я споткнулась об одно платье и упала. Боже мой! Да, это сейчас смешно, но тогда у меня просто там... Расстроилась очень. Я расстроилась ужасно. Мне навернули слезы, но зрительный зал меня очень сильно поддержал. Тебе было больно или просто обидно? Мне было не больно, но на сцене не чувствуешь боли вообще. Там все, что угодно может произойти, но на сцене не чувствуешь никогда боли. Просто это такая, знаете, как скажут, закружилась, наскакалась, навертелась, и это была предпоследняя песня. Вот, но вот такая вот зеленочка была. Но, наверное, в этом был какой-то вот этот очень, наверное, такой правильный конфуз, потому что зал просто в этот момент взорвался. Кинулся к тебе! Все по-настоящему, друзья! Я свершила! Я свершила, знаете, как вот так вот бывает. Ну, в общем, все взмолились, господи, боже мой, там не сломала ли я? Нет, со мной все нормально, я как бы встала, начала дальше петь, все хорошо. И это было вживую, это все видели, это было очень красиво. Я даже упала красиво, говорю, что... Настоящий артист. Вот это профессионализм, да, Тросян. Ну что ж, нам пора начинать нашу музыкальную часть программы, мы уже заждались, и что мы услышим сейчас? Знаете, я предлагаю все-таки начать наш концерт с нашей визитной карточкой. Это песня «Грёзы», песня о любви, песня о загадывании желаний. И я вам всем желаю, чтобы ваши мечты всегда сбывались. Отлично! Звезды по небу разбросаны, Это мои слезы в глубинах души. Бетвы с дождями и грозами, Это мои мысли в безмолвной тишине. Горы снегами укрытые, Это мои грёзы о вечной любви. Тайны морями покрытые, Это бесконечные чувства мои. Мелой птицей, Я иду к тебе дорогой своей. Утро туманом согретое, Так мое тело в объятиях твоих. Песня зимы, Песня зимы не напетая, Это голос мой, Это чувства мои. Мелой птицей, Я прилечу к тебе, Даже на край земли. В лабиринте долгих дней и ночей, В лабиринте долгих дней и ночей. Белой птицей, Я прилечу к тебе, Белой птицей, Белой птицей, Даже на край земли. В лабиринте долгих дней и ночей, В лабиринте долгих дней и ночей. Белой птицей, 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 Спасибо, заслуженная артистка России. Барбара, концертный зал, друзья. Страна ФМ, первый дисплей в России, телеканал с синхронным вмещением в ФМ-диапазоне. Пожалуйста, Роман. Пришли уже сообщения в ВКонтакте страны ФМ. Видела по телеку ее концерт, смотрела до конца, она завораживает, пишет Юлия. И, значит, сообщение от Валерия Титова. Хотелось бы ему послушать метель. Будет ли у нас метель в этом часе? Ну, наверное, будет. Где-то если успеем сейчас, мы все, мы просто много песен запланируем. Да, мы просто две программы хотим исполнить сразу сейчас. Поэтому, конечно, постараемся. Ну, метель — это же новая песня, она у нас в эфире тоже есть была и будет. Скажи, как ее принимают сейчас народ на концертах? Дело в том, что эта песня, она как-то вот у нас не вошла в альбом, в спектакль «Лен». Она вышла, знаете, такая прям вот вольная птица. Сама по себе. Сама по себе. Мы просто готовим в этом году еще один альбом. И, конечно же, она туда войдет, да. Поэтому метель, у нас, знаете, какая-то была такая сейчас разгоночная история с ней. Да, и вот она сейчас стала буквально в феврале месяце, она вот становится популярная очень. А это такой месяц для метели. Да, такой вот, ну, знаете, что в юго, что метель, в общем-то, две мать и дочка. Вот, поэтому очень сейчас соответствует февралю. Я думаю, что Варвара делает это немножечко специально, пока на концертах не начнется вот это «Метель! Метель!» И она в зал не отпускает, пока артист не исполняет эту песню. Вот когда это начнется, тогда сразу. Варвара будет вынуждена в «Лен» обязательно вставить, найти ей место. Да, она вот как-то пока особняком у нас вот находится. И, в общем-то, мы даже не ожидали, что песня вот, ну, как бы станет, ну, настоящим хитом. Жалко, что она только зимняя, понимаете? Вот жалко, вот такие песни есть, они раз в три месяца, а как ее летом крутить? Варвара, необходимо делать цикл времена года. У меня уже есть осень. Вот, отлично, да, надо. А еще один выход. Можно снять клип летний. Отправиться куда-нибудь в теплые страны. Ну, и дальше хотя бы в Сочи, там где нет снега. И снять этот клип. И вот так вот пускай, да, крутить, как бы, очень зимой. Если тут пляж, надо летом. А летом, ну, что про метельный, зато клип какой летний, красивый. И таким образом... Лайфхаки от ведущих страны FM для артиста. Да, только избранным даем их. Варвара, что касается новой пластинки, когда, что нам ждать, когда? Знаете, готовим. Вот только-только недавно выпустили альбом «Золотой лен». Туда вошли самые-самые, наверное, знаменитые хиты. Так даже не то, что знаменитые, а, наверное, самые золотые хиты русских песен. The best from the best. Вот-вот-вот, русских песен, такие раритетные, которые... У нас два есть альбома — «Лен» и «Золотой лен». Вот «Золотой лен» — это, наверное, уже такой самый настоящий... Кстати, он скоро появится на цифровых площадках. Мы его специально так придержали до весны, чтобы был интерес к нему. И вот сейчас, когда мы поднимаем такой вот наш, ну, так скажем, пиар по поводу этого спектакля «Лен», мы обязательно выпустим на всех цифровых площадках «Золотой лен» тоже. Ну, а новый, новый альбом с новыми песнями, которые я сейчас тоже держу, многие песни даже не показывают сейчас. А на концертах? На концертах они есть, но не на всех. У меня огромный репертуар. Вы знаете, посчитали мы тут с ребятами, сколько у нас песен, у нас получилось 235 песен. 235 песен. Ну, это реально очень много. И как их вместить вообще в один концерт, это просто невозможно. Конечно. Поэтому, знаете, приезжаешь сам в один город, а они говорят, а мы вот хотим песню «Ближе», или там «Мы хотим тихо таял снега». Я говорю, ребят, ну, это вообще, это вообще другая история. В следующий раз приглашайте, я спою, так надо говорить. У меня такой вопрос. Тебе все жанры музыкальные и стили подвластные. Языки — это тоже вообще не проблема на любом, на любом, даже самым-самым редком и уникальном. Ты справишься, ты споешь и поешь. Ой, Сашечка, вы прямо сейчас меня лингвистом заделаете. Ну, это же так и есть, да. Это другая история. Это так и есть. Но я хочу спросить. Вот сейчас вот такой период. Программа «Спектакль» — он собран. Альбомчик уже тоже записан, скоро вот-вот он выйдет. Вот в это время чем занимается Варвара? Она в поисках тоже какой-то материал, опять-таки что-то слушает, где-то что-то. Безусловно. Это не прекращается. Это четыре часа в сутки. Поиск материала — это, наверное, для артиста самое главное. Найти свой репертуар. Именно свой репертуар. Не тот хитовый репертуар, который там полюбит вся страна, ФМ. В том числе, конечно. Хотя в том числе это будет и так, потому что, когда это органично артисту, это сразу же нравится зрителям. Это уже проверено. Поэтому у каждого артиста своя таблетка, свой хит, своя песня. Какая песня сейчас будет? Какую таблетку принимать будем сейчас? Слушайте, а давайте мы прямо сейчас испоем, раз уж мы проговорили про языки, давайте что-нибудь на языках-то испоем, пока мы тут вот с братьями. А то я в прошлый раз была здесь одна и что-то пыталась там сама спеть, а то тут вот как бы они есть со мной. Давайте прямо по кусочку. На гельском, а потом на шведском перейдем. Вот так вот мы. Чудесно, отлично. А мы прямо понемножечку совсем. Слушайте, а потом на шведском перейдем. Песенка на гельском. И сразу же на шведском музыке. Песенка на гельском. Песенка на гельском. Как удобно! И даже если ты забудешь слова, все равно никто ничего не поймет! Ну и не подаете мне тембр. Браво! Фантастика. Мне кажется, что вот если на гельском эта песня, да, первый язык, если перевернуть, что что-то по-русски получится. Да. Сколько времени уходит на то, чтобы выучить песню такую вот? Ну это для меня фантастика. Сколько у нас время уходит, Вадь? Ну мы сначала вообще отказывались, когда Варвара нашла эту песню. Ну это понятно. Ну мы не будем. Вас поймет любой нормальный человек. Вас поймет. Не будем мы учить. Это невозможно просто. А потом Варвара сказала, замедляйте ее. Я вам все напишу прям по буквам. Вы будете учить. И мы вот так выучили. Ну не за неделю сколько. Да меньше. Меньше, да. Просто это уже знаете, концертами это все входит, как говорится, туда вовнутрь. Даже даже на автомате исполняешь потом? Ну да, не вытащишь. Конечно, уже можно ночью. Даже потом тогда человек как-то обращается к тебе в автобусе, а ты ему... Вот это все. Ай, извините, я репетировал просто. Да, да, да. По поводу клипов. Да. Что нам в девятнадцатом году ждать? Ну, просят, просят, конечно. Ну, конечно, и мы тоже. Все клипы, видео. Мы как-то вот... Наше творчество, оно вот все вокруг да около этих видео, да. Вот, ну, спасибо большое, страна ТВ. Они прям так крутят наши клипы и песни. Я прям вас обожаю. Вот. Но, так скажем, вот сейчас немножко, наверное, попасть в формат стало сложно. Потому что очень много рэпа, очень много, ну, такого R&B-видео. Зато на этом фоне можно как раз и... Выделиться, да. А у нас все как-то про природу, все про Россию, про какую-то, знаете, вот, ну, нашу, наверное, частичку нашей истории. Мы проездили, конечно, знаете, вот в каждый уголок, наверное, России уже заглянули, да, ребята? Где мы только не были. И как это здорово, потому что вот как раз вот Россия-то, она не в больших городах. Она 100 километров от Москвы начинается, это известно. Да, как минимум 100, а то и 300, а то и 400. Вот там уже начинается Россия. А что такое Сахалин? А что такое Камчатка? А что такое Сибирь? Матушка Сибирь. Как мы это все очень любим и с удовольствием ездим. Да, друзья, не все бывают, например, там в Красноярске, это можно увидеть только в Инстаграме. Сейчас там минус 45, я хочу приветствовать. Конечно, давай, всей Сибири и поклон ближайший. Кстати, хочу сказать, что там, несмотря на то, что там минус 45, все равно там ощущается это все гораздо легче, чем в Москве. Представляете, в Москве 45 и все. Нет, не представляешь. Нет, даже не стану представлять. До того представления уже может случиться просто плохо и коллапс. Давайте согреваться хорошей музыкой, друзья. Давайте, давайте. Я предлагаю спеть настоящую русскую песню, без которой не обходится ни один... Ребята, сразу поняли. ...настоящий русский вечер. Они меня с полуслова понимают. Это подружающий. Это опыт. Ой, то не вечер, то не вечер, Мне малым малос полус, мне малым малос полус, ой, да во сне привиделась. Мне малым малос полус, ой, да во сне привиделась. Мне во сне привиделась. Ой, будто конь мой вороной Разыгрался, расплясался. Ой, разрезвился под амоном, ой, разыгрался, расплясался. Ой, разрезвился под амоном. Ой, разрезвился под амоном, ой, да во сне привиделась. Ой, разрезвился под амоном, ой, да во сне привиделась. А если он догадливый был, сумел, сумел мой рассказать. Ой, пропадет он, говори, ой, твоя буйна голова. Ой, да пропадет он, говори, ой, твоя буйна голова. Ой, то не вечер, то не вечер, мне малым малос полус. Ой, да во сне привиделась. Мне малым малос полус. Ой, да во сне привиделась. Браво. 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 Спасибо. Варвара, страна FM, концертный зал. А вы говорите рэп-рэп, хип-хоп, хип-хоп какой. Ой, вот что только душеньку разворачивает и сворачивает. Барбара, есть сейчас авторы, которые способны написать вот такое современное. Может быть присылают, но мы пока не знаем. Да, я сейчас скажу, открою, приоткрою маленькую тайну. Пожалуйста, так редко у нас это случается. Да, сейчас я записываю очень хорошую песню, которую, наверное, скоро принесу вам в эфир. Это такое, ну, так скажем, сейчас я говорю это первый раз об этом. Песня будет называться «Река», «Разольется река». Так вот, написала ее поэтесса Татьяна Рогозина. И я уверена, что эта песня будет глыба. Вот для меня она будет глыба. Это будет, во-первых, настоящий хит. И, наконец-то, наконец-то хит нашел сам меня. Потому что ребята мне позвонили в ноябре месяце. Мы только недавно с ними встретились, потому что очень много было загружено. Весь декабрь, потом мы уезжали, и январь такой весь непонятный. И когда я услышала эту песню, я поняла, что да, это вот тот хит, тот хит, который нужен артисту. Я обязательно вам ее в марте покажу. Мы сейчас тщательно над ней работаем. Вот так случается, что песня нашла сама артиста. А музыка чья? Музыка Игорь Логинов, поэтесса Татьяна Рогозина. И я думаю, что вот у нас... А кто-то из артистов исполняет уже ее песню или нет? Да, да. Александр Маршалл, Любе исполняет. То есть ты тоже не первая ласточка далеко. Алсу, кстати, да, вот тоже сейчас вышла. А у тебя есть прям такая уверенность где-то глубоко, что эта песня будет кормить тебя? Ну ты понимаешь, о чем я имею в виду. У меня каждая песня так... Вот это кормилица. Вот мы с директором так... Ты знаешь, на кормилица, да? Все, прям на кормилица. Разольется река. Все, мы ждем. Ну видите, текст уже такой, да? Все логично. Смотри, весна разольется река. Ну эта песня прям бомба будет. Прям вот настоящая. Ох, как заинтриговала. Давайте все обдумаем, друзья. Скоро вернемся. Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Дорогие друзья, мы продолжаем. В гостях у телерадиоканала Страна ФМ сегодня Варвара. Известная этно-поп-исполнительница. Между прочим, как это началось? Этно, приставочка. Этно. Да. Когда? Вот это, наверное, все путешествие. Вот мне кажется, это оттуда. Нет, понятно, что, конечно, это все с детства. Потому что за столом дедушка очень любил русские песни. То есть я практически все песни русские знаю уже с детства. Мне не надо их специально учить. Ну а вот эти вот песни, которые раритетные, мы собираем. Вот прям собираем по крупицам. Этнографические. Этнографические, да, да, да. Поездки. Они удивительные, да. Там есть песни, которые там 300-400 лет. По-моему, все уже выбрали или еще есть? Нет, есть такие, есть, конечно, песни. Я не знаю, готовы ли вы слушать такое, готовы ли вы страна и фэм слушать такие песни? Потому что они, ну, сложные на восприятии, они настоящие раритетные песни. Ну, можно одну так какую-то потом будет обязательно спеть. Но вот эта вот Русь, она всегда вот как бы за мной шла, вот и я за ней вместе. Я не представляю, где бы я еще могла бы жить, как только не в России. Вот я проездила вообще все страны. Наверное, не была только на Мачу-Пикчу. Ну, успеешь еще. Туда тоже съезжу, было бы здоровье, да. И песен эксклюзивных, старых, раритетных тоже наберешь, я уверена. Какие еще страны, какие еще культуры вот так вот близки вам, вот так же, как наша российская русская музыка? Ну, вы знаете как, старая Европа достаточно близко. Я так переживаю за то, что сейчас там творится, политическая ситуация, да, потому что она, конечно, ну, кладез, просто кладез какой-то культуры. Я очень люблю древнюю Фландрию, я Шотландию люблю, люблю Францию, Италию обожаю, но не просто, я езжу туда не просто отдыхать там на моря и океаны, да. То есть мне обязательно нужно посещать с утра до вечера, и мои близкие это прекрасно знают. И окунаться туда, впитывать все, да. И окунать все, вот это все впитывать в себя, потому что вот только тогда ты начинаешь любить то, что тебе вот, ну, то, что ты видишь. Есть, конечно, страны не мои, Америка. Вот честно могу сказать, что вот я вообще мимо. Вот прям шла мимо, и прям так и прошла мимо Америки. Я была там, да, 9 городов, и самые знаменитые вот эти города, я все хорошо знаю. Но там же тоже есть люди, которые любят нашу песню, да? Конечно, конечно. Ну, естественно. Ой, то не вечер, то не вечер, мне кажется, это тут. Это ее, по-моему, любят не только в Америке, ее и в Антарктиде любят. И скажи, именно поэтому у тебя в репертуаре нет ни одной песни на английском языке? Да есть они у меня. Все-таки есть. И, в принципе, английский я знаю неплохо. Но вы понимаете, тут дело даже… Не люблю, но говорю, не люблю, но пою. Дело-то не в языке, да? Да, конечно, конечно, я понимаю. Дело просто вот в самой культуре, в истории, да? Вот эти страны, вот, допустим, старая Европа, вот они древние, они богатейшие истории, да? То есть там история начинается там со второго, с первого века нашей эры, да? И вот это, конечно, все очень здорово, когда вот есть вот этот кладезь, традиции, народ такой. Наследие историческое, да? Ну, естественно, вот это все очень важно. И я пою, вы заметили, я пою гельский, шведский, иврит, ирландский, дальше, значит, испанский, армянский. Это все древние языки, язык торы, представляете, вот что это такое? А он же существует, это иврит, его красивейший язык с богатейшей тоже историей. Ты вот сказала про традиции, а у вас же в семье есть традиции, которые вы придумаете каждый месяц. Да. Это же, ты все правильно написала у тебя в соцсетях искренне? Да, да, абсолютно искренне. Январь, месяц, каминный. Причем, Саша, это же все я сама себе придумываю. Приношу это и говорю, вот так будет. Если какая-то семейная конституция, которая дополняется. Да, а тут никто, в общем-то, перечить даже не имеет права, потому что это всем очень нравится. Ну, вы понимаете, да, когда утром просыпаешься и заранее приготовила вот этот чай, о котором я, кстати, говорила в Инстаграме, да, спускаешься, муж утром уходит, а время, он уходит в семь утра, а его ждет вот такой прекрасный чай в чайнике, в стеклянном чайнике, со стеклянными чашечками, с прозрачными видами. То есть там игрушка и яблочко, и апельсиновые корки. Вы даже не представляете, насколько это вкусно и как это сразу поднимает настроение. Только новости не надо включать. И заряд на целый день, просто до позднего вечера. Да, совершенно верно. И пока многие зрительницы страны ФМ сейчас пошли на кухню, чтобы заварить чай, давайте споем что-нибудь. Давайте. А прям вот русскую песню и продолжим, да, в таком же душе. Кстати, песня, между прочим, «Люба, братцы, Люба», песни «300 лет», это песня, любимая песня Батьки Махно. Она была потом уже переделана и стала современной. Поехали. Как на грозный терек, на высокий берег Выгнали казаки сорок тысяч лошадей. И покрылось поле, и покрылся бель Сотнями порубленных, пострелянных людей. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить С нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить С нашим атаманом не приходится тужить. Атаман наш знает, кого выбирать. Эскадрон по коням, да, забыли про меня, Им досталась за доля, да, казачья воля. Мне досталась пыленная, горючая земля. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить С нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жизнь С нашим атаманом не приходится тужить А первая пуля, первая пуля А первая пуля, братцы, ранила коня А вторая пуля, вторая пуля А вторая пуля в сердце ранила меня Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жизнь С нашим атаманом не приходится тужить Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жизнь С нашим атаманом не приходится тужить Эй-эй, 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 опайди! Как на грозный терек, на высокий берег Выгнали казаки сорок тысяч лошадей И покрылось полем, и покрылся берег Сотнями порубленных, пострелянных людей Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить С нашим атаманом не приходится дужить Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить С нашим атаманом не приходится дужить Люба, братцы, Люба, Эй-эй, 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 С нашим атаманом не приходится дужить Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жизнь С нашим атаманом не приходится тужить Эй, эй Красота, Варвара Концерт из зала страны FM вам, спасибо огромное Какие у нас зрители на первом ряду сидят, это прям вообще Что вы, надо поют почти все песни от начала до конца Про вот этот баян, Рубин, сколько ему лет вообще? С какой целью интересуетесь? Как, наверное, Жене столько же баян С детства Мне кажется, такой очень исторический инструмент Да, ну мы учились на нем еще в 1980 Каком-нибудь пятом году Мы не будем говорить про наш возраст Я помню, что тогда были вот такой баян и Тула-202 Да, 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 но у нас на самом деле есть фирменные баяны Но мы вот, знаете, вот сюда или вот в какие-то акустические концерты Мы стараемся вот этот баян провести Потому что, во-первых, у него звучание настоящее У него звучание еще то Спасибо вам за это, спасибо Сейчас такие баяны не делают А я вот подумала, сначала была гитара в руках у Жени, потом баян Какой-то еще инструмент должен появиться вдруг откуда-то Мы же видим на микрофонной стоечке Он у нас играет и на бонге, и на духовых инструментах В орган Жень, что у тебя там в твоем? Ну вот, может что-нибудь сыграть Нет, а вообще, какими инструментами владеете? Я так понимаю, что мультиинструменты Стали сказала, да? В основном гитара, да Ну если надо, если Варвара скажет, даст задание, то мы быстренько получим Вы знаете, когда человек заканчивает сначала базу, музыкальную школу, потом институт То есть, ну это уже есть база Уже несложно выучить что-то на других инструментах Понятно, что как основной там идет баян У Вадика идет, наверное, гитара как основной, да? Да, я Я говорю, что они играют на бонге, на перкуссии Мы просто все сюда не смогли ввести Ну ничего, сегодня пробная вылазка была, скажем так В следующий раз вы уже будете знать и соберете Вконтакте страны ФМ Татьяна Настоящая написала Передайте, пожалуйста, большой привет Варваре из города Киров Жене, Вадик, привет, ребята Вот как раз попросили песню по... Люба, братцы Люба А, ну вы уже исполнили Тайчик специально для вас И, собственно, все только благодарят Варенькову И наша певица Москва, пишет Галина Мясникова Все только пишут... Ну очень приятно Благодарственные слова На самом деле очень приятно, потому что у нас уже какая-то вот состоявшаяся публика Которая приезжает вот либо в Москву сюда на концерт, либо какие-то там большие города И не только в большие города Очень приятно вот там на первом, на втором ряду увидишь... Знакомые лица, да? Знакомые лица, это очень приятно Варвар, ну у тебя не так давно случилось же пополнение в семье Достаточно большое сразу же на двух членов прибавление случилось Шуша и Глаша И хотелось бы, конечно, узнать сейчас Как судьбинушка складывается у этих очаровательных животных Судьбинушка складывается Я утром встаю, думаю, господи, девочки, как же вам везет-то Не надо ни о чем думать Встали, поели, побегали, потискали вас, подружили с вами, поцеловали Шиншилки, да, шиншилки, я понимаю, скажи Ну чей каприз был? Твой или Варечка, дочка? Нет, это вообще не каприз Это просто подарили мужу на день рождения, вы понимаете? Какие молодцы Нам все дарили Мне кажется, они вообще не напрягались в выборе подарков Саву подарили? Да, у нас, ну правда не в Москве здесь, а Сава живет там в лесу у нас Дом охраняет Да, у нас там живет Сава, у нас там три собаки Кузю мы только знаем Кузя, Фома, Маня, все живы-здоровы, все передают привет Это самые счастливые собаки, которых я их знаю Представляете, что такое вышел для собаки? Вот она живет там, вышла она утром, или он там, да, в семь утра, потянулась Рядом озера, плотенчик, пошел искупался В Москве, где искупаешься? Здесь даже, извините, в туалет не дадут сходить нормально в Москве Что я так уж прямиком Там, пожалуйста, это можно и охотиться, и есть Но в естественных условиях Конечно, кормят себя, поют, любят, это просто счастье Ну, у Шуши с Глашей, я думаю, ситуация все-таки посложнее, скорее всего Потому что там некое, наверное, ограниченное пространство у них Вы знаете, мы им сейчас сделали очень большой вольер Такое, ну, он занимает, наверное, одну-третью комнаты Ну, вот как, конечно, в маленькой клетке их не особо будешь держать Выпускать их каждый день тоже нет возможности Потому что с ними, ну, надо возиться, играть Потом они же могут забрести куда угодно, перекусить любой провод Вот, поэтому они у нас в большом вольере живут Ну, вот каждый день мы их там Вы подумывали с супругом, чтобы сделать такую некую рассылку Перед тем, как приглашать людей на дни рождения Убедительная просьба, дорогие любимые друзья Не дарите нам, пожалуйста, животных Лучше конвертики Не подумали об этом? Мы как-то, знаете, вот мы приглашаем людей И не думаем, что нам-то подарят И придут ли, не придут Ну, вот так вот дружим просто и все А люди, да это друзья Они прекрасно знают, что мы любим животных Конечно Вот, собственно говоря, и все Друзья, для людей и для животных Хорошая музыка в программе «Концертный зал» Следующая песня, что это будет Варвара Какую споем? Давай, Женечка На твой вкус Ну, спасибо Варвара 240 песни На вкус Ты говоришь, что ты мультиинструменталист Давай на дудочке сыграешь Давай Ну, давай, две стороны луны, например Давай Где у тебя твоя дудочка Это, кстати, песня из нашего репертуара Она у нас, по-моему, с 2001 или с 2002 года Перешла в акустическую программу и гуляет с нами по всем концертам Как ты нашел меня Ветры тебя ко мне не свит В самое сердце дня Сердце моей любви Видел ты цветные сны В них мы две стороны одной луны Из колдовской реки Пьет воду золотой олень 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 Из колдовской реки Из колдовской реки Две стороны одной луны Две стороны одной луны Две стороны от 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 одной луны чужном, наверное, состоянии. Мы не поп и не рок. Этно. Ну где-то вот этно, русская музыка. А вот как там сейчас дела? Вот там неплохо дела. Вы понимаете, вот наша аудитория, которая приходит на концерты, она большая. Очень благодарная, мне кажется. И мы на самом деле очень рады, что русская песня так нравится русскому зрителю. На концертах народ плачет, да, Вадик? Где-то слезки какие-то там, кто-то улыбается, кто-то что-то свое вспоминает, поют, танцуют. И я даже не знаю, какие песни, мне кажется, даже песни идут лучше русские, народные, чем поп-музыка сейчас. Может быть, такая вот тенденция пошла. А может быть, связана с тем, что сейчас на центральных каналах крайне мало вообще о народной музыке. А потом, знаете, привыкли, в какое-то время немножко превратили русскую песню в лубок, в такой вот, да, как бы вот... Ну, это тоже неплохо, это тоже хорошо, да, очень сладко, утрировано. Немножко это поднадоело в какой-то момент. Но вот у нас русская песня звучит в гитарной в основном обработке с этническими народными инструментами, такие как калюка, варган, гайда, там, балканская, кстати, вот она, на русской песне она тоже очень хорошо ложится. Курский рожок. То есть, ну, вот какие-то вот такие вот русские... Колёсная лира. Колёсная лира, да. Гусли. Гусли. Двенадцатый, двенадцатый, тринадцатый век. У нас вот в этом концерте, в этом спектакле, Леон, все эти инструменты звучат. Абсолютно. Десять человек на сцене живых музыкантов, живых в плане музыки, то, что они могут играть полностью всё живую, там нет никаких подложек, никакой химии. Вот так было, на самом деле, всё по-настоящему. Я считаю, что вообще нужна школа целиком и классы на этот концерт обязательно даже заставлять где-то, да, идти, но потому что здесь возможность есть, понятно, знаете, познакомиться с музыкальной культурой, там же какие чудесные композиторы у тебя тоже, да, представлены в этом спектакле. Плюс, конечно. Это и костюмы, инструменты музыкальные, это прям опознавательнее очень. Плюс, Саша, мы дотронулись до классики, мы прикоснулись к классике, Бородин, Римский Корсаков. Вот, 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 конечно. Всё звучит именно в русском, вот в таком направлении, в русском стиле. Феврония, представляете, это прям символ Мурома. Где можно услышать? В спектакле Варвара Лён. Дорогие директоры школ, обратите внимание особенное, конечно. В музыкальную культуру нашей страны приходите. Варвара, приходят ли за советом, может быть, молодые, начинающие совсем артисты, которые хотели бы работать тоже в этом направлении музыкальном. Да, ну, люди, которым там 17 лет, 18 что-нибудь, или пишут, спрашивают совета. Ром, сейчас столько советчиков. Вон, откройте, вернее, включите голос. Включите, там столько наставников, столько советчиков, столько... Нет, понятно, конечно, пишут, задают вопросы, как можно с вами повстречаться, а что нужно делать. Я, честно говоря, отдаю свои минусовые фонограммы, там какие-то, ну, советы. Имена оригинальные, да? Ну, да, конечно, а что пусть поют, и хорошо, и очень полезно, когда ребенок поет, и мне тоже хорошо, потому что мои песни начинают петь там во всех уголках нашей любимой Родины. Вот, поэтому, безусловно, это приятно. Это приятно, и я всегда откликаюсь, и всегда даю какие-то свои там, ну, напутствия. Не знаю, насколько они потом пригождаются, но думаю, что-то в этом есть. Друзья, мы сейчас сделаем маленькую паузу, после которой непременно продолжим. Будьте в компании «Страна ФМ». Друзья, и сейчас мы ведем уже вас к музыкальному номеру концертного зала. Это будет следующая песня, которая называется… Ах, душа, вот мы только что об этом решили. Ах, душа, моя душа. Песня, на самом деле, как нельзя будет сейчас кстати сюда, потому что вот моя душа, например… Звукорежиссер включит нас? Сейчас поет. И давай сюда, давай. Хоп, хоп, хоп. Давай, 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 давай. Василея. Хоп, хоп, хоп. Хоп. Через горы и моря Проплывала тучка грустная И не ведала она Счастья вечного, Счастья русского. Но спасает от тоски Вера в чудеса И добрые желания. Ах, душа, моя душа Беспокойная ты моя За тебя, ой, за тебя Вся моя любовь Стоит спиной Ах, душа, моя душа Беспокойная ты моя Моя За тебя, ой, за тебя Вся моя любовь Стоит спиной Расскажу о том весне Летту расскажу Осень и зиме Буду верной одному Только лишь тебе Сердцу своему И спасает от тоски Вера в чудеса И добрые желания Ах, душа, моя душа Беспокойная ты моя За тебя, ой, за тебя Вся моя любовь Стоит спиной Ах, душа, моя душа Беспокойная ты моя За тебя, ой, за тебя Вся моя любовь Стоит спиной Ах, душа, моя душа Поехали! Веселее! Ах, душа, моя душа Ах, душа, моя душа Беспокойная ты моя За тебя, ой, за тебя Вся моя любовь Стоит спиной Ах, душа, ой, за тебя Вся моя любовь Стоит спиной Вся моя любовь Вся моя любовь Концерты, дорогой Николай Пиковая дорожка Пиковая дорожка Но лыжи-то сейчас Это прям Вот как раз лыжи Актуально Актуально В декабре некогда было, честно Могу сказать Даже Ну, один раз только А сейчас стараемся А сейчас стараемся Вот как есть свободное время Стараемся с мужем Беговые лыжи Беговые, да-да-да Ну, я на горных Я теоретически могу кататься на горных Теоретически мы можем Вообще на всех Да А практически ни разу этого не делала Просто в воде Все Но по 10 километров Уже легко А вот Входишь в ритм Сначала там берешь Где-то 5, 6, 7 километров Сейчас уже легко 10 километров Очень Мы преодолеваем Это обычно утро День, вечер Утром Но утром же еще душ Какой-то продолжительный Холодный Контрастный Контрастный Саша Сначала холодный Потом горячий Или наоборот Ну Неважно Заканчивать надо Всегда холодным Да То есть это тоже все есть Есть В графике В режиме В расписании Да Итак, душ значит Горячий Холодный Потом прыг в лыжи И вперед в лес И 10 километров Да 10 километров Вот мы проходим За 50 минут Ну это в общем-то Много-немало Понимаешь Учитывая то, что мы идем Еще по лесу Это не просто Проложенная дорога Вот Так что там Сложновато бывает Ну я еще знаю Что есть Велосипед И есть беговая дорожка Это вот И вот ты получаешься Ну просто Сначала я села Надо привыкаться Я просто слезу сейчас И катайся ты сам Сколько хочешь Но оказывается Легче в гору подниматься Потому что там надо Скорость переключать Легче с горы Ну в общем Вот это Такая история Конечно К этому надо привыкнуть Поэтому я Не так хорошо катаюсь Как наши мальчишки Но мы все успехи Хотели бы увидеть В инстаграме Ладно Есть Они там все уже есть Конечно Как успех появляется Сразу в инстаграм Скажи пожалуйста Ну тебе Нравится вести Вот эти социальные сети Ты же сама наверняка Все это делаешь Да Или помогает тебе кто-то Нет Я сама делаю Мне нравится Потому что я общаюсь Все ли читаешь Да Всем ли отвечаешь Обязательно Всем отвечаю Если какие Конечно Недурацкие там вопросы На которые я там Я даже не удаляю Я закрываю глаза На это Думаю Ну ладно Пусть посмотрят Мудро Мудро смотришь На это все просто Да Все читаю Все со всеми общаюсь Кстати очень полезно Потому что Есть замечания Очень правильные По репертуару Да что ты Неужели Ну конечно И вот сейчас Очень просят Эстрадный альбом Вот просят Говорят уже все Хватит народную песню петь Все хорошо Все замечательно Но мы уже все прослушали То есть такое Немножко народное продюсирование Смотри когда включаются Хотим Эстрадные песни Да Поэтому вот Стараемся сейчас Я очень хочу спросить тебя Что слушает дочка твоя Ну понятно Там еще три сына Но взрослые ребята И Ну там своя история Я думаю что Что у Варочки В приемнике Не знаю Где-то там Саша Она в контакт слушает У нее конечно Уровень ее музыки На самом деле Очень высокий Она слушает Кампри Она слушает Гитарную музыку Она исключительно Знает Английский язык Она сдала Айлс Дала на очень хороший балл Она экономиста учится Она финансиста Ну ближе туда К финансистам Но у нее вся программа Идет на английском языке Представляете что это такое Мозг может вообще взорваться Но вот она тянет Это ей очень нравится Поэтому у нее музыка Она другую музыку слушает Совершенно Мне тоже нравится кантри Но она в ней разбирается У нее есть там Любимые певцы Кстати сейчас кантри Очень тоже популярна Как народная музыка Представляете Вот ее только Только с другой стороны Конечно она слушает Рэп Конечно она слушает Рэнби Она знает их всех Она знает песни Но твои же ребятки Они все выращены На русской народной музыке В том числе Безусловно Конечно Она у меня Наверное Знаете Вот Выходит песня Значит Первая кому я показываю Это Это Варваре Это дочери Вторая кому я показываю Это мужу Полная противоположность Если нравится мужу Это фокус группы Если нравится Варе Не нравится мужу Представляете Значит это кому-то Все равно понравится Думает Варвара И записывает песню Да Да А вот кстати Что касается С метелью Как там была история С метелью Была очень такая Знаете Сложная история Это же Олег Шаумаров Написал И мы записали эту песню По-моему Года три назад Он еще тогда Не был Он не участвовал В голосе И мой очень хороший знакомый Маркетолог Дима Несвитайлов То есть он Не профессиональный поэт Но он вот написал Метелью Он написал Вот осень Это два таких сингла Которые вот у меня вышли Гораздо позже Чем они были записаны Я вообще не понимала Мои ли они Выпускать ли их Вот Но оказывается Вот они встали Как-то В ротацию И живут Какой-то своей жизнью Но я обязательно Приму себе В репертуар И они будут звучать Обязательно Я это просто обещаю Ну кто за нее проголосовал Дочка или муж? Вот за нее Проголосовали Оба Это Уникальная ситуация Да Когда вот оба голосуют Ну я думаю Что муж Наверное Проголосовал Типа Ты просто в такой момент К нему обратилась Когда он Совсем не хотел Тратить время на это Записывать Годится У меня вопрос маленький Про фэшн-коллекцию Как там сейчас Вот это вот Фэшн-коллекция Фэшн-коллекция Ой, Роман Это вот все Ко мне Я человек Который Сама себе Создаю костюмы Сама себе Создала этот Спектакль Лен Вот от начала До конца Все, что касается Костюмов У меня есть Помощники Есть рукодельники Я заказываю Дорогущие Красивые ткани В Италии Это прям вот Коллекционные Такие И вот на Этом все Мы вот шьем Такие богатейшие Костюмы Которые вот Расшиваются Сами придумываете Да Это все очень кутюрно Я смотрю Коллекции Последние коллекции Шанель Карла Герфельда Мне он очень нравится То есть Мне очень нравится И Роберто Кавалли Мне нравится И Маквин То есть У меня очень разноторонний Такой вкус И я что-то все время Подчеркиваю для себя Подсматриваю Где-то Да Подсматриваю Как бы можно Но В моих коллекциях Существует Оригинальная Бижутерия То есть Вот эта бижутерия Которая на мне Это например Там вот эта Знаменитая муха Которая вот У меня тут вот Висит Вот она Из коллекции Роберто Кавалли Из последней коллекции То есть такая Знаете Лесная муха Она в лесу Вот И это действительно Очень смотрится Красиво Варвар Мы тебя искренне Благодарим Благодарим Братьев музыкантов Как я сказала За команду Очень быстро Время пролетает И мы не успеваем Все Когда такой Невероятно Интересный Талантливый Собеседник И очень красивая Женщина Там против То невозможно Времени просто Не хватает Мы ждем тебя скоро Страна ждет Спектакль Лен Во всех городах Абсолютно В ноябре Вновь Посчастливится В Москве Оказаться на спектакле Ну Питер Наверное Тоже Северную столицу Да Тоже Стараемся Сейчас тоже Охватить Питер Потому что Они просят Спектакль Мы ждем новинку Песню новую Да Песню обязательно Еще раз Песня называется Разольется река Разольется река Друзья В марте Она разольется Так что Смотрите Слушайте Что мы послушаем Под занавес Нашу летало Да пело Конечно Нашу любимую Летало Да пело Отлично Хит Хит всех времен И народов Не устаревает Я порою раннюю первою Хотела птицею Белою лететь Да чтоб успеть За любовью Лагоды Мы собирать Ранние Тропинки Узнавать Тайны Это петь Да все Лететь За тобою Летало Да пело Летало Да пело Я зима Заворожила Другом Затрушила Заняла Лето Летала На любовь Не нагадала Все ждала Миловатного Да нелюбимого По чуть-чуть поля По полями Сундровой Одной да цветами Напролет Только горький мед Забирала Мога ждала Не заметила Как стали ягоды Эси Тот ждалет В небо Пали Где Кто Устала Летало Да пела Летало Да пела И зима Заворожила Кругом Закрушила Заняла Лета Летала На любовь Не нагадала Все ждала Миловатного Да нелюбимого Летала 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 До пела Летала До пела Летала 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 До пела Летала Летала До пела Летала Летала До пела До пела Летала Летала Зима заворошила, кругом закрушила Замела лета, летала на любовь, не нагадала Все ждала милого одного, дорогая любима Лето летала, дупила лета, летала Замела лета, летала на любовь, не нагадала Всё ждало миловано, года нелюбимо Летало, летало, допело Летало, летало Летало, летало, летало Летало, летало, допело Летало, летало, летало Варвара в концертный зал Прилетали ещё к нам Спасибо Спасибо Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым Спасибо